В ноябре прошлого года по поручению Акима области Галей Искалеева была создана рабочая группа по безопасности дорожного движения. Утверждена специальная дорожная карта, принятой конкретной мерой по обеспечению безопасности населения и устранению некоторых недостатков дорожного движения. На состоявшемся в областном Акимате заседании совета представители руководства города и департамент полиции Западногостанской области доложили о проделанной работе и обсудили вопросы, которые предстоит решить в ближайшее время. В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий в области регулярно проводятся мероприятия «Безопасная дорога», «Пешеход», «Автобус», «Правопорядок» и «Приемная на дороге». С начала года были обновлены и установлены 1350 дорожных знаков на 1675 километрах республиканских и областных дорогах. На дорогах города действует 58 пешеходных переходов, а на 38 участках ограничение скорости. После отзывов населения в социальных сетях на перекрестках улиц города были установлены 26 светофоров. Все эти принятые меры позволили снизить дорожно-транспортные происшествия, так и по республиканских и международных трассах. Дорожно-транспортные происшествия на уровне прошлого года на 30. При этом число у них погибших сократилось на 65% и раненых на 15%. По трассе областного или местного значения на 25%. По данным Дорожной полиции, превышение скорости в регионе увеличилось на 76%. 1125 водителей были лишены водительских прав, 1157 подвергнуты административному аресту. Не уменьшилось нарушение правил дорожного движения и среди пешеходов. 4851 из них были оштрафованы на сумму около 22 миллионов тенге. Показатель по вождению транспортного средства в нетрезвом виде увеличился на 12,8%. Вполне возможно, что пьяных водителей больше, но в связи с тем, что мы теперь не можем просто так останавливать машину, выявить каждого не представляется возможным. Помогает в обеспечении безопасности дорожного движения и автоматизированная система «Аркан». Ранее они дежурили только на трассах, а теперь выявляют нарушения и на улицах города. Установлено 340 камер видеонаблюдения, подключенных к центральной системе управления. Это все делается еще раз не для того, чтобы дополнительный доход получать с населения, штрафы накладывать, а в первую очередь, конечно, чтобы на дорогах был порядок и жизни, здоровье наших граждан. Риски для них намного меньше. То есть есть положительность двигания, надо продолжать это. В текущем году на обеспечение мер по безопасности дорожного движения в Уральске было выделено 763 миллиона тенге. В первую очередь, средства были направлены на освещение городских улиц. На 65 из них было заменено 4,5 тысячи фонарей. На отчетных встречах с населением были высказаны предложения по установке освещения в разных частях города. Также мы анализируем предложения в соцсетях. Сейчас будет установлено освещение по улице Айталиева. Здесь были факты ДТП, в том числе со смертельным исходом. Сейчас старые фонари меняют на светодиодные. Подрядная компания проводит работы за свой счет. Мы закупаем дополнительное оборудование. До конца года планируется установить 2500 новых фонарей. Глава региона поручил провести быстрое и качественное уличное освещение для предотвращения частых ДТП в темное время суток. Если светофор выйдет из строя, проблема не решается, пока люди не сообщат об этом в социальных сетях, сказал он. Необходимо запустить общую автоматизированную систему, подчеркнул Галей Скалеев. Также был обсужден факт, что наш регион вышел в лидеры по фактам коррупции. При этом из той одной взятки, полученной за 7 месяцев 83, были взяты сотрудниками полиции. Взятки, которые получают полицейские, от 1 тысячи до 20 тысяч тенге. Наибольшее количество этих фактов в прошлом году было зафиксировано по Октюбинской и Атравской трассе. Буквально на днях сотрудник миграционной полиции был пойман на получение взятки в размере 500 тысяч тенге. Причину надо искать, почему коррупция происходит. Полиция не должна переживать, на что ему содержать, арендовать квартиру, помыть машину служебную и так далее. Это все вопросы, это наша обязанность. И вот сейчас мы на почти 900 миллионов тенге выделили на видеонаблюдение, на трехлетнее содержание в том числе. Эти затраты, они должны дать экономию в других ваших расходах. И эти расходы, ну, вы нам через месяц покажите, где вы их экономите. Эти расходы там можно направить на то, чтобы снять причины каких-то коррупционных фактов, рисков. Аким области Галий Скалиф поручил проводить систематическую разъяснительную работу с персоналом по предупреждению коррупционных правонарушений и укреплению внутреннего порядка в ведомстве. Екатерина Шмидт, Рустем Ищанов, Алтенбек Кабдилов, телеканал Акжаик.